19.27, 7 октября. Мне довелось попасть в церковь на репетицию. Репетицию фраз Александра Невского. Ребята, мы сейчас еще посмотрим. Чуть-чуть повыше будет, да? Вот так. А если на банку с кофе поставить? Служи мне, банка кофе. Снимай величие Александра Невского. Вот так. А начиналось все так. Это один из самых великих стратегов мировой истории. Все 60 боев, в которых принимала участие его армия, закончились безоговорочной победой. Его опыт ведения военных действий уникален. Он ни разу не держал обороны. Все сражения были исключительно наступать. Но ему удалось укрепить границы России так, что ни один из агрессоров не выставал их нарушить. Пару недель назад в местной церкви проводилось три видеоконферент-связи общей протяженностью около 8 часов. Меня назначили туда, естественно, по работе. Оплачиваемый день был. Назначили сопровождать эти видеоконферент-связи. Это значит, что пришлось весь день там просидеть. На втором месте в мире по продаваемости стоит айфон. А на первом месте находятся настолько популярные вещи, что даже проводятся соревнования по его сборке. Что же это за вещь? Как вариант, можно добавить рекомендацию. Если кто-то не прав, оставьте его со своим мнением. Спорить в интернете – дело неблагодарное, время затратное. Да, да, да. Оставь человека со своим мнением. Да, да, поумничал. Ну как же без этого? Сидишь там, скучаешь. Час, другой, третий. Лекция-то для детей была. Мне это все и так очевидно. Да, тут бы я скинул ссылку на то, как я спорил с собеседниками часами напролет. Но, не, пожалуй, не буду этого делать. Не об этом видос. Простите, любовь, послушник лопастей. Не совсем. Всеми возможностями пользоваться очень тяжело. Ты просто очень быстро прыгаешь и в итоге ничего не сделаешь. Просто, да, все равно кто-то делает упор на что-то. Кто-то делает упор на заработок, кто-то на обучение. Да, кто-то на развитие своей страницы, чтобы она была красивой. Кто-то мотивирует других людей, кто-то, наоборот, пользуется мотивацией от других людей. Еще можно найти человека со схожими проблемами и получить поддержку. Было бы очень поднимать дух. Взаимную поддержку. Местом работника приглянулся мой голос. А им как раз нужен был человек с таким вот глубоким, низким голосом. И примерно с моей внешностью. На роли Александра Дневского. Они хотят какую-то постановочную сцену снимать. Подложили мне поучаствовать. Ну, я подумал, что отказываться. Вот, собственно, сегодня была репетиция. В понедельник еще отрепетируем. И где-то уже ориентировочно в ноябре будут происходить съемки. И до Христова Рождества. Вот так получилось. Воскресенье. Приветствуем тебя, великая огулька Миш. А потом он уже, когда начинает его подзуживать, он ее уже держить начинает. Как она? Наказать бы тебя? Да, она же Россию тут зацепляет. Как она ему? Наказать бы тебя надо за непокорость. А он ее такой... У нас на Руси говорят... Нет, он медленно же должен быть, правильно? Он говорит медленно, но утвердительно. У нас на Руси говорят... Нет. У нас на Руси говорят... У нас на Руси говорят... У нас на Руси, говорят, хороший хозяин не убивает курицу, которая несет золотые яйца. Которая несет золотые яйца. Которая несет золотые яйца. У нас на Руси, говорят, хороший хозяин не убивает курицу, которая несет золотые яйца. со своими вот так общался как бы пили шокус начинает когда ничего андрей да еще змеюка хочет нас лубами столкнуть а ничего у нее не выйдет вот прибил бы гадину и мир душе наступил мир нам теперь на руси нужен и долгий долгий мир чтобы не только сын твой но и внук меча в руки не брал вот тогда и людишек прибавится и силы вернуться а для этого нам передышка нужна от воин и набегов и ради этого я готов с кем хочет договориться хоть с самым злейшим ворогом осудят меня пусть современники осудят а потомки поймут не за себя радеем за русь нашу православную кстати она дали слов врагов на или врагов да это старинное слово в вороги оно через г или через г произносилось ворогом хоть самым злейшим ворогом ворогом или врагом хоть самым злейшим ворогом а как правильно при склонении это говорить ворогом ворогом поднимайте хлопцы конев надо ворога гасить ворога 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 и ради этого я готов с кем хочешь договариваться хоть самым злейшим ворогом бойся не того кто поет а того кто подпевает я со своими врагами как-нибудь сам разберусь а ты мне помоги стол киевский да владимирский получить интерес у нас с тобой здесь обоюдный и орда в накладе не останется хитер ты княже ну что ж ярлыки на княжение я вам дам андрей получит владимирский стол а ты киевский и быть посему как же так брат потихоньку как же так брат как же так брат в киеве 200 домов осталось разорение кругом а владимирское княжество в силе и дальше от остальных от набегов и дальше остальных от набега дальше остальных от набегов ничего ничего андрей ничего андрей то еще змеюка хочет нас лбами столкнуть а ничего у нее не выйдет вот прибил бы гадину в мир душе наступил мир нам теперь на руси нужен и долгий долгий мир это громко ты уже говоришь к людям мир нам теперь мир нам теперь на руси нужен и долгий долгий мир чтоб не только сын твой но и внук меча в руки не брал вот тогда и людишек прибавится и силы вернуться а для этого нам передышка нужна от воин и от набегов и ради этого я готов с кем хочешь договариваться хоть самым злейшим ворогом осудят меня пусть современники осудят а потомки поймут это праздно говоришь современники осудят а там должен холодно с холодом смотри как говоришь это заключительная фраза она вообще ключевая современники осудят а потомки а потомки поймут не за себя радеем громче уже не за себя радеем за русь нашу православную за русь нашу православную на одной линии за русь нашу православную не за себя радеем за русь нашу православную мы рады на слове рады подчеркиваю его мы рады видеть в нашем городе легалов самого римского римского престола мы рады видеть нашем городе легалов самого римского престола александр обращается к своим дружинникам надеюсь в их улыбках нет кинжалов ведь за спиной у папы стоят немецкие рыцари, а им очень нужны псковские земли. Полагаю, ваше путешествие было нелегким, посему не будем тянуть. Мы готовы вас выслушать немедленно. Сережа. Наш благочестивый господин Викарий Христа. Викарий Христа по Войнокентии IV? Викарий Христа. Викарий Христа Папа Иннокентий IV просил передать тебе светлейшему королю Новгорода Александру свое послание. Второй послание разворачивает свиток. Как мне быть? Пока никак. Я перевода не знаю. Хас ма 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 Ну на украинском расскажу. Тра татас ма 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 Сережа. Я тоже. Ну потом придумаем. Вот о чем светлость твою просит. Напоминаем и ревностно ревностно увещеваем, дабы ты, матерь, римскую церковь признал, ее папе повиновался, а также сорвение поощрял твоих подданных по виновению апостольскому престолу, чтобы вкусить тебе от неувядаемых плодов вечного блаженства. Да будет тебе ведомо, что, коль скоро пристанешь ты к людям, угодным нам, более того, Богу, тебя среди других католиков первым почитать станут. А мы о возвеличении славы. А мы о возвеличении славы твоей родить будем. А мы о возвеличении славы твоей родить будем. Передает папскую грамоту Александру. Второй посланник. Уговариваешь. Его святейшество Папа Иннокентий IV слышал, что ты князь достойный и земля твоя велика. Поэтому прислал он тебе нас, славнейших его богословов, чтобы послушал ты речь о законе Божьем. Мне кажется, он как-то немного игривый. Поэтому прислал он тебе славнейших как-то, знаешь, он же как бы подлизаться к нему хочет, как-то, задобрить как-то. Пусть читает пока так. Я просто чтобы как бы в роль вживаться, то есть я понял, что ко мне подлизываются, я как-то, как-то, обнаружил это и... Они к тебе хотят. Они же знают, что ты умный, великий, что у тебя много преимуществ и им же таких сильных людей надо. И тебе это самолезут со своими предложениями. Да. Ну говори дальше, Сережа, Владимир. Еще раз, его святейший Папа Иннокентий. Его святейший Папа Иннокентий IV слышал, что ты князь достойный и земля твоя велика. Поэтому прислал им тебе нас, славнейших его богословов, чтобы послушал ты речи о законе Божьем. пауза. 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 Большую паузу Виктор, вот так ставь. Всегда. Вот так просто ставь. Можно слышать? Да. Однако, однако, и вы выслушайте наш ответ. Помолчи. Молчи. 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 Потом и начинаешь говорить. От Адама до потопа. От потопа и до разделения народов. От начала царствования Соломона и до Христова Рождества. До Христова Рождества сказал праздник. И до Христова Рождества. от начала царствования Соломона и до Христова Рождества. Ну что ты сильно заорал? репетируем разный вариант саламона начало празднования саламона и до христова рождества воскресение от воскресения же его и до царствования константинова обо всем этом мы хорошо знаем и от вас учения не примем русь не примет католичество рост всегда будет православной вступайте же с миром делай больше пауз между предложениями когда делаешь паузы создается интрига и тогда у людей создается большой интерес к тексту от вас учение не примем русь не примет католичество русь всегда будет православной ступайте же с миром и улыбнись ступайте же ступайте же с миром не ну ты чего иронию ты создаешь не кривился не кривлялся ступайте же с миром ступайте же с миром под конец дня я был уже совсем уставший и выжатый но еще бы целый весь рабочий день плюс репетиция в итоге было решено накупить цветовое мясо самое лучшее самое вкусное божественное в этом мире мясо и аппетитно сожрать его соусом горчично-медовым и каким-то нам сливочно-честочным ну только посмотрите на эту прелесть как от такого можно отказаться а на сегодня все пора отдыхать